Иван Кузьмичев. Совершенный. Второй шанс. Читает Юрий Гуржий. Глава первая. Выбор. Начало 12 июня 2010 года. Футбольный клуб «Спартак». «Идеть колотить! Куда пошла от Орова? А ну назад! Тыдыщ! Муууу!» Илья Колун, сорокалетний боец виртуальных сражений, трижды чемпион по сну и опозданиям на важные события, неохотно открыл слипшиеся веки. Он все еще не понял, что происходит. По телу пробежал приятный утренний ветерок, в нос ударил запах свежескошенной травы. Это совершенно не похоже на зловонную атмосферу, наполненную смогом, к которой он привык, работая рядом с кожзаводом в Рязани. Кровать скрипнула старыми пружинами, матрас с пролежними неохотно скомкался с краю, доставляя еще больше неудобств. Спина неприятно ныла, словно ее хорошенько поколотили. В комнате, плотно занавешанной какой-то дерюгой, было тускло. Илье пришлось несколько раз моргнуть, прежде чем его глаза привыкли к слабому освещению комнаты. Как только смог открыть глаза, увидел окружающую обстановку. Старые выцветшие обои с отклеившимися уголками. Ветхое деревянное окно с мутными разводами, наполовину закрытое рваными занавесками. За окном видна изумрудная зеленая береза, раскинувшая ветви на десяток метров. Рядом с кроватью замер в молчаливом негодовании деревянный табурет с облупившейся краской, а чуть дальше, в самом углу, угрюмо притулился массивный стол с разбросанными по всей поверхности тетрадями и учебниками. Что за дичь? У меня крыша совсем потекла. Последнее, что Илья помнил, громкие свисты, грохот, адовая боль во всем теле, дальше, как в тумане. Вдруг что-то мелькнуло за окном. Пепельная полупрозрачная фигура, колышащаяся в туманном свете, всего в нескольких метрах от пыльной, изрезанной земли. Парень заметил ее приближение. Кори глаза Ильи расширились, когда он в следующую секунду увидел в своей комнате незнакомого мужчину. Серый невзрачный балахон, из-под которого проглядывали участки белый, словно мел, кожи. Ярким пятном выделяются лишь глаза, насыщенно золотые, потусторонние, в которых ни зрачков, ни белка. Нереальность происходящего столь сильно поразила парня, что тело отключилось, лишь глаза внимательно впитывали каждое движение силуэта незнакомца. — Такс, паренек, ты получил свой счастливый билет. Говорят, сила рода помогла. Проверим, коли так. Внезапно раздался в голове Ильи громовой голос. Тон безжизненный, лишенный каких-либо эмоций. — Не растрать его впустую, ибо много бед принесет транжирство твое. Стоило последнему слову прозвучать в голове, как силуэт начал истаивать прямо в воздухе. Секунда, и в комнате никого не осталось. Лишь легкий флер, словно после грозы. — Ильюшка, отсюда и подсобить надо бы! — Замешательство от происходящего тут же пропало. Еще недавно сорокалетний мужик услышал до боли знакомый родной голос самого дорогого для него человека. Этот волевой, слегка скрипучий голосище мог принадлежать только деду. Когда он подскочил с кровати, левую ногу прострелила боль, но он не обратил на это внимания, бегом бросившись к двери. Его дед Юрий Иванович был его скалой, его якорем, его надежным убежищем. К сожалению, он умер, когда Илье стукнуло двадцать. Врачи тогда сказали, мол, сердце не выдержало. Сердце бешено колотилось. Вдох, выдох, пульс стучит в ушах воскресным колоколом. Он оглядел огород и поля за палисадом, и в голове окончательно выкристаллизовалось. «Я вернулся. Я дома». Невдалеке слышно мычание коров виской-фыркой нежирных свиней из дальнего загона. Квох от вездесущих кур, снующих где только можно. Хозяйство у деда всегда было справным. Дурацкая, по-детски счастливая улыбка растянула засохшие от волнения губы. Дед, крепко сбитый, среднего роста, с пышной бородой и лысый, как коленка младенца, головой и замер в нескольких метрах от порога. Хотя эмоции, которые он сдерживал, грозили захлестнуть его, Илья чувствовал, как настроение поднимается выше гор. Дед, реальный, как и все вокруг него. «Чего замер-то? На, придержи край, а то у одного не получается справиться». Илья чуть ли не бегом бросился к стоявшему рядом старенькому Уралу. Его коляска ходила ходуном под руками деда, и тот никак не мог поймать замок крепления. Глаза не те, да и силы не молодецкие. Пара секунд, легкое нажатие, затем небольшое шаманство от владельца старого пепелаца, и вуаля, рабочая лошадка снова в строю. «Надо было сразу тебя позвать, а то полчаса вожусь уже. Смотри, я до города сейчас заскочу в пару магазинов. Тебе надо чего?» Илья растерялся, только глазами похлопал, да мотнул головой, мол, не нужно ничего. «Ну, на нет и суда нет. Смотри, там баба Нюра к рынку принесла со свежачком. Можешь ухайдокать, только не с горла, а то пропадет. Как приедут, сядем с тобой по кумекам, куда тебя пристроить, чтобы и дело было, и руки на месте остались». Дед, хотя, судя по его живости, скорее просто мужчина в расцвете сил, хекнул и бодро вскочил на седушку. Повернул ключ и газанул от души, направляя Урал в открытые ворота. «Аккуратней там, дедуль!» — уже в спину крикнул ему Илья. Горло дало петуха, а глаза защипало, да в носу неприятно засвербило. «Да так, что и чихнуть хочется, да не получается. Отвратное чувство». Парень немедленно развернулся и пошел обратно в дом, нуждаясь в нескольких минутах отдыха. Когда он двигался, боль в лодыжке усилилась. «Ах ты ж, ептать!» — в голове стрельнуло воспоминанием. Когда ему было 15 лет, аккурат перед экзаменом ему не повезло упасть с крыши. Левая нога тогда, помнится, долго болела, а времени по больницам шастать не было. Не до того, в общем, да и юношеский максимализм в голову бил так, что казалось, хоть против всего мира в одиночку можно идти. Только вот мечты о большом футболе в тот момент окончательно растаяли, как утренний туман под июльским солнцем. И жизнь, казавшаяся такой радужной, медленно и неуклонно пошла под откос. Уже много позже Илья осознал, что детские мечты, которые нельзя реализовать, могут превратить всю твою жизнь в нескончаемый ад. И выбраться из него невозможно, особенно если стараться просто обо всем забыть. Кое-как, дошкандыбав в свою комнату, он присел на кровать и хотел было приступить к осмотру ноги, как его повело, и он упал на матрас. В голове раздался гулкий звон, и перед ним появилась полупрозрачная алая книга. На первой странице красивым шрифтом было написано несколько слов. Илья едва мог поверить своим глазам, когда его зрение адаптировалось, и он увидел мерцающую книгу. Его челюсть отвисла, а лицо превратилось в маску изумления. То, что происходящее выходит за грань реальности, он уже понял. Только вот как быть дальше? На всякий случай парень ущипнул себя за руку. «Сбольно». Илья глубоко вздохнул и снова посмотрел на свободно висящую книгу перед собой. «А чего тянуть-то? Двум смертям не бывать». Ладонь коснулась обложки. Вспышка. Перед глазами замелькал калейдоскоп миллионов цветов, скрывших любой обзор. Затем свет будто выключили. Осталась абсолютная темнота с нереально белыми пульсирующими буквами. Настройка канала взаимодействия успешна. Синхронизация тета-данных успешна. Анализ психофизических данных успешна. Затем появилась фраза. «Путь к совершенству начался. Помни, что второй шанс дается единицам из миллиардов. В случае провала наказание будет соответствовать новым возможностям». «Что за хрень?» — удивился Илья. Тут же перед глазами проступили новые слова. «Выберите направление, в котором будете прогрессировать. Музыкальное, театральное, спортивное, политическое, торгово-производственное». «Предупреждение. Пожалуйста, принимайте решение после тщательного обдумывания. Решение является бесповоротным». Предостережение заставило сердце парня биться в удвоенном темпе. «Внезапно накатило отчаяние. Вдруг выбор будет сделан неверно. Что тогда? Затем пришло понимание, что на самом деле выбора как такового у него и не было? Что такого он успел сделать в свои 40 лет? Пробовал и в бизнес. Там все печально сложилось. Едва квартиру не потерял. С музыкой вообще дела странные. Слушать любит, да в голове ничего не задерживается. О становлении актером совсем речь не идет. Просто не его. В политику удариться. Можно, да и голова работала в нужном направлении. Другое дело, что времени потребуется слишком много. К тому же ни связи, ни денег. Банально просидишь с седьмым секретарем в муниципалитете до конца жизни. Как тогда успеха добиться? Остается только спорт. Вот тут право выбора есть. Благо, волейбол и футбол неплохо получалось. Пока ногу не повредил. Но травма не вечна. Наверняка получится что-то придумать. Да и все эти синхронизации и настройки не спроставить. По крайней мере, Илья на это очень надеялся. Не будут же давать второй шанс. Просто так. И так мысленно акцентировал внимание на спортивном направлении. Тут же все лишнее исчезло и снова обновилось. Выберите вид спорта. Футбол – мировой потенциал ССС. Баскетбол – мировой потенциал ССС. Киберспорт – мировой потенциал ССС. Теннис – мировой потенциал ССС. Легкая атлетика – мировой потенциал ССС. Волейбол – мировой потенциал ССС. — Расширить список доступных предупреждений. Пожалуйста, принимайте решение после тщательного обдумывания. Решение является бесповоротным. Цель, задание и навыки будут созданы в соответствии с выбором. Мечта детства и юности. Что ж, выбор был сделан уже давно. Илья медленно поднял указательный палец правой руки и осторожно коснулся нужной строчки. — Донг. — Вы выбрали футбольную карьеру. Илья быстро и без сомнений сделал свой выбор. Он выбрал мечту. Он очень любил этот вид спорта. И это было единственное, в чем он когда-либо был успешен. Пусть даже в далекой юности. После выбора темнота исчезла, потоки разноцветных искр, а затем вновь превратилась в зеленоватый виртуальный экран с крутящимся золотистым футбольным мячом в центре. Отображался он странно, как бы поверх реальности, но стоило Илье прикрыть глаза, как изображение тут же стабилизировалось. Пара секунд и мяч исчез. Вместо него появилась лужайка с парой скамеек и одинокие обветшалые ворота с потрепанной сеткой. Прямо по центру поля появилась мерцающая иконка безликого футболиста серого цвета. Над головой у него пульсировала надпись «Система Совершенный». Илья почувствовал резкое колющее ощущение в черепе, а кости, словно изнутри, начали колоть булавками. Он быстро лег и попытался отгородиться от окружающего мира и сосредоточиться только на боли, которая, казалось, поглощала его. У него, словно вонзили тысячи ножей, это было невыносимо. «Тля, как же больно!» — подумал парень перед тем, как отключиться и забыться тревожным сном. Он уже не видел, как вновь появился странный старик. И не чувствовал арктического холода, что сковал все тело. Силуэт духа некоторое время творил пасы руками, а после исчез так же, как и появился. Одномоментно. Глава вторая. Все только начинается. «Казалось, что прошла вечность, но на самом деле всего каких-то десять минут, прежде чем обновленный Илья Калун открыл глаза. За окном все то же село Поляны, что в десятки километров от Рязани. Огония во всем теле исчезла, словно ее и не было. В реальности всего происходящего свидетельствовала только внутренняя убежденность, что стоит прикрыть глаза и обратиться к системе, как она появится. Не вставая с кровати, он вызвал виртуальное поле. Оно все такое же, только возле футболиста появились несколько характеристик. По одному мысленному желанию Илья смог узнать все, что хотел в одно мгновение. Над головой фигурой бледно светилась совершенный Илья Калун. Класс футболиста – новичок, низкий уровень, неспособный стать звездой профессионального футбола. Звезды – ноль. Задание развития – ноль. Перемечания. Улучшайтесь, получайте доступ к дополнительным возможностям системы – совершенный. Сама внутренняя система оказалась интуитивно понятной, не сложнее, чем в мобильном приложении. Есть поле для тренировок, есть беговая дорожка вокруг, даже тактическому полю рядом со скамейкой место нашлось. Остался только вопрос о физическом состоянии. Рядом с фигурой в центре поля моргало несколько строк. Физическая подготовка – любитель, две звезды. Футбольная техника – новичок, пять звезд. Игровой интеллект – любитель, пять звезд. Ментальные навыки – новичок, три звезды. Навыки – ноль. С такими данными далеко не уедешь, задумчиво протянул парень. Будь он действительно молодым и глупым, наверняка бы расстроился. Гордость, ожидание чуда и прочая шелуха просто стер бы весь открывшийся потенциал. Увы, но Илья себя знал достаточно хорошо, поэтому глубоко вздохнув, провел быстрый анализ. В целом, на самом деле, противоречий-то и не было. Все так, как есть на данный момент. Из дальнейшего разбора стало понятно, что физподготовка тривиальна, и на нее влияют координация, ловкость, сила и выносливость. Если первые два параметра замерли в четырех звездах новичка, то вот сила и выносливость пробили отметку в четырех звездах у любителя. Все-таки жить, считай, в деревне — это не на курорте пузо греть. Только обратная сторона этого недостаток ловкости с координацией. Углубляться дальше Илья не захотел. Во-первых, нужно многое осмыслить. Во-вторых, составить план, по которому карабкаться на самый верх спортивной пирамиды. Потянувшись до хруста, парень встал с кровати, пару раз подпрыгнул на месте, разминаясь, оглянулся в поисках часов. Единственная вещь, оставшаяся от отца, по крайней мере, так говорил дед, смотря как тогда еще ребенок бережно к ним относится. Командирские с Кремлем на циферблате. Они всегда лежали у него отдельно, на полке прямо под столом. Бросив взгляд, Илья увидел стальной ремешок, подхватил и, не глядя, машинально застегнул на левом запястье. «Стрелки замерли на 9.47». Внизу дата указывала на 29 июня 2010 года. «Выходит, и правда мне 15», — хмыкнул Илья. «Неплохой возраст для старта. Вот только нога, мать ее за ногу! Тьфу!» Задумавшись, он вспомнил несколько событий, которые должны были произойти 7 августа на стадионе «Локомотив». Об этом он узнал, уже став сильно старше. Нетривиальные события городского масштаба, между прочим. Вопреки обыкновению, столичные скауты решили выбраться в регионы и на обратном пути заскочили в Рязань. Как бы случайно. При этом смотрели за всеми желающими, кто оказался в тот день на тренировке. Хотя кого Илья обманывает? Такие события просто так не происходят. Знали все, кому надо, и показали тех, кого хотели. Залетных в тот день почти не было. Разве что с десяток местные детворы успели пробежать пару кругов, прежде чем их выберли. «Сука!» — выругался парень, ощутив, как ярость подступает к горлу. Местничество и кумовство столько талантов сгубили, что зла не хватает. Уж об этом Колун знал не понаслышке, активно мониторя спортивные события в мире. Илья сжал руки в кулаки, полное желание принять участие и добиться успеха там, где его точно никто не ждал. Осталось только решить вопрос с подготовкой и вылечить ногу. В противном случае влажные мечты сосунка таковыми и останутся. Стоило ему четко поставить перед собой цель, как в голове, раздался знакомый гул. Прикрыв глаза, он сконцентрировался на иконке системы, моментально развернувшейся во все пространство. Из всех иконок на этот раз выделялась книга, рядом с которой вместо нуля появилась двойка. Немешко мысленно активировал ее. Перед глазами распахнулась книга и на мелованном листе проступили золотые буквы. Глобальное задание для совершенного номер один. Вам следует до 27 лет освоить навыки, реализовать возможности, добиться результатов, совершить невозможное и оказаться в золотой сотне футболистов твоей эпохи. Мирилось его действо заслуженное обожание одного миллиона человек на протяжении года. Награда вариативно зависит от положения и занимаемого места в рейтинге. Наказание за невыполнение, стирание личности из всех историй до седьмого колена. Стоило Илье прочесть последнюю строчку, как лист рассыпался, а рядом с книгой появилась золотая пульсирующая цифра один. «Приехали-то...» Удивление оказалось значительно больше, чем шока. Все-таки, как говорил тот прозрачный старик, второй шанс абы как не дается. То, что с ним никто в бирюльке играть не будет, Илья понял быстро, но вот так сразу, без предварительных ласк, как нашкодившего котенка... Нет, такого он точно не ожидал. Впрочем, человек взрослый, жизнью потрепанный, с головой дружит, даже более чем, даром, что в прошлой жизни что-то не заладилось. Ну, а раз так, в новом мире будет все иначе. Повторная активация книги вызвала куда больший мандраж, чем до этого. Задание ситуативное. Подготовь свое тело к демонстрации. Для лучшего эффекта используй следующую программу тренировок. Бег 70 километров за 7 дней. 100 приседаний каждый день в течение недели. 100 отжиманий каждый день в течение недели. Восстанови связь со своим духовным началом. Активируй центр рейки без учителя. Награда получи зелье с дробячок. Открой случайный навык. Возможно, получишь 5 звезд. Наказание. При неудовлетворительном результате за ленность и глупость стирание твое из всех рода. «Эх, да тут мотивирует так, что черти обзавидуются», горько усмехнулся парень, машинально поглаживая холодный браслет часов. Старая привычка всплыла не то чтобы в подкорке, а в моторике. Хорошо ли это, что отпечаток прошлого настоящего настолько органично слился с молодым я? Однозначно, да, ведь получается, что и реакции должны быть схожи, главное, чтобы гормоны в ближайшее время не душили, иначе швах, а не тренировки с успехами. Известная поговорка гласит, путь в тысячу миль начинается с одного шага. Илья четко осознал, пора делать этот шаг, невзирая на моральное истощение последних минут. Как бы ни были тяжелые задачи, все преодолимо, особенно если знать, куда и как двигаться. Он и так собирался выйти прогуляться по местам детства, так почему бы не сделать это с пользой? Единственное, перед тем, как приступить к внезапной тренировке, он наскоро перекусил полстакана свежего молока и краюха черного. А то уж больно неприятно живот урчал. Так хоть чуток топлива будет. Десять км, это все-таки не до булочной пройтись. Илья размеренно бежал, не обращая внимания на выбоины и грязевые кучи, заполнившие улицы после вчерашнего ливня. Пока он бежал, мысленно напевал песню про зайцев из бриллиантовой руки. Его лицо озаряла довольная улыбка. Над головой простиралось яркое голубое небо с несколькими слоями облаков, дрейфующих в сторону пастбищ на западе. Солнце превратилось в золотистую сферу на небе, обещая усиление жары с наступлением дня. В целом условия как нельзя лучшие для выполнения задания. С момента возвращения Ильи в прошлое прошло шесть дней и он был очень близок к завершению первоначальной системной миссии. Он работал без устали, как будто понятие завтра не существовало в его лексиконе. Идеальная система побуждала его стремиться к успеху и он ни разу не подумал о том, чтобы бросить полотенце в трудную минуту. Каждое утро Илья начинал сотни приседаний, делал пятьдесят отжиманий, затем пробегал десять, а порой и более кэмэ тренировку сеансом рейки, чувствуя, как энергия струится по телу. Когда Илье было двадцать пять с хвостиком, ему попалась на глаза статья, в которой объяснялась, как внутренняя энергия может помочь любому человеку повысить свою гибкость и координацию. Кто-то уходил в йогу, кто-то отдавал предпочтение разным травкам, для себя же он открыл мир рейки и ни разу в жизни не пожалел об этом. Да что там говорить, если даже его нынешняя травма уже на третий день при постоянном воздействии почти перестала его беспокоить. В будущем, в таком травмоопасном виде спорта, как футбол, подобная страховка уж точно не повредит. В те моменты, когда пот падал в глаза, а ноги ныли так, что хотелось кричать, он вспоминал о невероятных высотах, достигнутых лучшими спортсменами из глубинок. Такие футбольные иконы, как Пеле Марадоно, Франк Рибери и Криштиану Рональду достигли вершин в этом виде спорта благодаря трудолюбию, а уже потом мастерству. Каждый из них работал без устали, для них нет и не было слова невозможно. И пусть те, кого он помнил, сейчас только начали сиять или вовсю готовиться к покорению футбольного Олимпа, Илья четко осознавал, что в ближайшем будущем он точно сможет составить им конкуренцию. Илья понимал, что муки и изнеможения, которые в момент тренировки терзают все его тело, это все временно. Он четко представлял общую картину происходящего. Восхождение определенно не будет легким, пот, кровь и боль вот постоянные спутники успеха. И в самом начале пути они кажутся поистине невыносимыми. Ровно до того момента, пока не увидишь первый росток своих усилий. Больше усилий, больше усердия, и тогда горизонт успеха засияет, словно бриллиант, в руках опытного ювелира. Поэтому он решил приложить больше усилий, чем другие соперники на планете. Он будет стремиться стать лучшим, ведь выбора на самом деле у него и нет. все или ничего.